Хай, друзья, вы на канале Magic Family, меня зовут Аня и со мной мои собачки София, Эйвен и Миша. Итак, жми красную кнопочку, подписаться внизу. И не забывай нажимать колокольчик, чтобы смотреть наши ролики самым первым. Миша и Миша, лайк. Вы все уже давно знаете, что мы постоянно передаем привет или делаем сигны случайным репостнувшим с моей страницы ВК или из группы ВКонтакте. Поэтому сегодня за репостик наш приветик Анастасии Великой. Привет, Настя, тебе с нашего канала. Привет, Настя, привет. Привет. Да, привет, Настя, передали. Привет, Настя, передали привет. В течение видео вы услышите словосочетание какое-то, не знаю, какое вы его увидите в видео. И в комментариях нужно писать предложение с этим словосочетанием. А самую прикольную фразу с этим словосочетанием мы покажем в будущем видео и озвучим ее. Так что ищите кодовое словосочетание видео и придумывайте прикольные фразы. Отвечу сразу на несколько ваших вопросов, которые в последнее время возникают очень часто. Первый вопрос, самый популярный после вчерашнего видео, это кастрирован ли Эйвен? Да, Эйвен кастрирован. Я это сделала давно, когда он был еще маленький, ну, в возрасте, в котором это уже можно было делать. Он этого, скорее всего, уже не помнит. Он, слава богу, не метил ничего дома, но вся его жизнь состояла в том, чтобы найти какую-нибудь девочку и что-нибудь с ней сделать. И на самом деле это было для него стрессом, поэтому я решила освободить его от этого, потому что я знала, что вязать, то есть находить ему девочку я его не буду. Тем более он по пародии, кто знает, чего он брак, потому что у него нет хвостика. Еще один популярный вопрос по поводу нашей рубрики каникулы бабушки, которая была раньше, сейчас ее нет, потому что мы живем практически вот здесь. Поэтому все животные наши, и мы их будем показывать постоянно. Кстати, кто еще не знает и еще не подписан, у меня есть второй канал под названием Any Magic, там тоже ролики выходят каждый день, так что обязательно идите и подписывайтесь, и смотрите веселые и смешные ролики. Ну вот. А сегодня многим, я думаю, будет это интересно, про жизнь Миши, про то, как она развивается. И, конечно же, кроме юмора и веселья про, там, свадьбу Миши и Эйвана и отношения их, есть реальная жизнь, в которой возникали многие проблемы и до сих пор периодически возникают. И сегодня я с вами всем этим поделюсь. И, возможно, многим из вас мои советы очень помогут. Для тех, кто не знает, Мишу мы спасли от усыпления ее хозяевами и забрали ее к себе. Она не маленький щеночек, она уже взрослая и осознанная собачка со своими привычками. И это гораздо сложнее, чем воспитывать маленького щенка с самого детства, потому что там вы ему прививаете сами привычки, а тут собака уже со своими законами в семье. И начала я, конечно же, с насущного вопроса, как только Миша в нашем доме появилась, это туалет. Наша Мишенька, Мишелечка, к сожалению, не знала, что такое туалетик. Она делала это просто там, где ей хотелось. А так как это деревенская квартира, которую мы сейчас снимаем, так как мы переехали из Москвы, здесь везде, в каждой комнате ковры, и поэтому Миша делала это на ковер, где угодно. У нас есть видео, как приучить собаку и щенка к туалету, к пеленке. И я попробовала этот способ, который я там рассказывала, и попробовала другие способы, которые я знала. И даже пробовала спрей, который рекомендуют все для приучения к туалету, но ничего не работало. Миша продолжала делать это там, где хотела. Да, Миша? Да, Миша? Да уж, мам. Миша? Да. Наверное, самый сложный момент в отношениях с Мишей, в нахождении с ней контакта, это то, что ее явно нельзя было ругать. Она и так всего боялась, боялась рук, убегала от людей, от собак, и поэтому каким-то строгим тоном с ней разговаривать, которому можно приучить щенка с детства, команде фу, нельзя, и строгому тону, это было бесполезно, и, я думаю, было опасно. Она помогла испытывать еще больше стресс, поэтому я решила никакого негативного подкрепления, то есть никак ее не ругать, не делать, и использовать только положительное подкрепление, то есть только хвалить. Но за что хвалить собаку, которая не ходит в туалет в то место, куда нужно это делать? Поэтому пришлось сделать вот что. Мои женачики лежат такие в обнимочку. Я взяла отдельную комнату, которая служила до этого кабинетом, полностью убрала оттуда все предметы, мягкие такие, как ковры, и то, на что можно пописать. Осталось только место, лежаночка, на которой Миша должна была спать, и я застелила всю эту комнату пеленками, вот абсолютно всю. И, к сожалению, да, мне пришлось отсоединить Мишу от Эйвана и Софии, перекрыть вход в комнату решеткой, чтобы она могла нас всех видеть, не чувствовала себя закрытой в помещении. Так как Миша привыкла писать где хочет, она продолжала писать где хочет. Но только делала она это, получается, не на ковер и не где-либо в квартире, а именно на пеленки. Да, первое время она делала это на всех пеленках подряд, где захотелось. Щенка, конечно, приучить пеленки гораздо проще, чем взрослую собаку собственным характером, поэтому могут сработать и другие способы, но в данном случае мне очень помог этот способ. Затем просто я убрала одну пеленку, и получилось так, что во всей комнате, застеленной пеленками, одна часть комнаты, одна часть пола была свободна. Конечно же, Миша на нее не пошла, она пошла на оставшиеся пеленки в туалет. Это достаточно долгий способ, но он очень рабочий. После этого я убрала еще одну пеленку. И так постепенно, постепенно, постепенно я освобождала комнату от пеленок, пока не осталась одна единственная пеленка. А Миша, уже находясь в этой комнате, привыкла ходить именно на пеленку. Соответственно, она стала ходить на ту самую единственную пеленочку. Это заняло около недели. Конечно же, Миша не сидела всю неделю в этой комнате, она гуляла вместе с нами, ездила в гости и общалась с другими собаками. Но большую часть времени мы занимались и делали какие-то общие с Мишей дела именно в той комнате, застеленной пеленками. Далее я уже взяла пластиковый туалетик, положила в него пеленку и поставила его в то место, где лежала просто пеленка. А потом я стала его постепенно передвигать к выходу. И за это время она, конечно же, уже привыкла ходить именно в этот туалетик. Миша пописела у нас. И поэтому сейчас он стоит там, где он обычно должен стоять, и Миша наконец-то ходит в туалет. Да, это заняло достаточно много времени и много моего терпения. Зато Мишечка теперь у нас приучена ходить в положенном месте. Да, Мишаня? Да-да-да-да-да. И знает, где ей теперь писать и какать. Также был такой момент, как приучить Мишу подходить на свое имя, откликаться на свое имя. Это тоже заняло у нас достаточно много времени. Давай, иди сюда. Вот молодец, Миша. Ай, молодец, иди сюда. Ребята, если вы хотите ролики о том, как я приучила Мишу подходить и отзываться на имя, научила ее понимать лакомства и постепенно учу играть с игрушками, поставьте лайк этому видео и по количеству лайков я пойму, насколько вам нужна эта информация. Так что у нас уже очень большой прогресс. Мы очень много добились и впереди у нас еще очень много всего. В общении с Эйвеном и Софией у Миши тоже уже прогресс. Софиша периодически уже лижет Мишу, моет ей глазки и даже спит с ней вместе. Но Эйвен-то понятно, он у нас парень дружелюбный. А София, она немножко стервозная собачка и она не хотела с ней общаться первое время, но теперь она уже постепенно привыкает и у нас все налаживается. Да, мама, ты хорошая, я теперь буду дружить. Да, у нас все налаживается. Кодовое словосочетание для составления предложения. Вредная собака. Придумывайте свои прикольные фразы и пишите в комментариях. Так что находить контакт со взрослой собакой это не всегда легко, но все в этой жизни возможно и у всех, и у вас, и у нас обязательно получится. Главное быть семьей, быть все вместе и мы с вами пройдем через все огонь, воду и медные трубы. Ну что ж, увидимся снова завтра. Пока! Смотрите ролики и подписывайтесь на канал нашей мамы. И Мишу не обижай, ставь ей лайк, я за тобой слежу, помню об этом, слежу. Он следит точно. Чмок-чмок-чмок. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свои комментарии. Да-да-да-да-да. Миш-миш-миш, там другие слова, сейчас песня, хочется. Да-да-да-да. Я и так и не успеваю.